Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Произвели замену участка кабеля и выполнили технические испытания. Специалисты продолжают работу по устранению аварии на электросетях в Красноглинском районе Самары. Чтобы жить, стало проще. Как работает приложение госуслуги дома и почему оно набирает популярность у самарцев? Увеличат скорость и грузоподъемность беспилотных летательных аппаратов. В Самарском университете начались испытания компактного газотурбинного двигателя. Ее особо почитали за простоту и близость к каждому. В столицу региона привезли мощи Матроны Московской. Губернатор Дмитрий Азаров дал ряд поручений по аварии на электросетях в Красноглинском районе. Глава региона подключил к решению проблемы дополнительные службы энергоснабжающих и электросетевых компаний. Все необходимые решения на месте принимает оперативный штаб. Подключены сотрудники МЧС. Также был создан пункт временного размещения в школе 156, где люди могли погреться. Напомним, авария на электросетях привела к тому, что некоторые дома остались без тепла. По факту обследования был определен комплекс мероприятий по восстановлению электроснабжения. Ситуация в Красноглинском районе остается и на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Напомню, что минувшей ночью она вместе с представителями профильного департамента и специалистами рембригады была на месте аварии, где провела выездной оперативный штаб. Какие решения были найдены, узнал Михаил Ермоленко. Авария на сетях минувшей ночью оставила несколько десятков домов в поселке Мехзавод Красноглинского района без электричества. Положение затрудняло и тот факт, что ток питает систему отопления. Без тепла температура в домах постепенно падала. С просьбой оказать помощь жители обратились во все инстанции. Получил жалобы людей, что на протяжении нескольких часов с аварией не справлялись. Подключил дополнительные службы энергоснабжающих и электросетевых компаний. До того, как не будет полной уверенности о том, что в ближайшие часы с аварийной ситуацией на месте справятся, оставляю ситуацию на собственном контроле. На место аварии оперативно прибыла глава Самары Елена Лапушкина, где вместе с представителями департамента городского хозяйства в режиме выездного штаба обсудили проблему с жителями. Ориентировочно к часу ночи специалисты ремонтной бригады обнаружили повреждения. Глава Самары также рассказала, что в районе созданы пункты временного размещения для всех нуждающихся жителей поселка. Откопали место повреждения, уже ведутся ремонтные работы. Очень надеюсь, что в ближайшее время кабель будет восстановлен. Кроме того, сейчас уже продумываем резервную схему снабжения этого поселка, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не случались. Конечно, люди должны узнать, что они не одни, они не брошены, что мы действительно искренне переживаем и принимаем все меры. Мы готовы разместить тепло, где временного размещения, где тепло, где мы готовы предоставить горячие завтраки, теплый чай. Пока, к сожалению, были, к счастью, откликов от людей нет. Но, тем не менее, такое помещение заготовлено. После аварии утром 13 декабря первый заместитель главы Самары Алексей Веселов провел оперативный штаб в администрации города. Во встрече приняли участие также и жители поселка Мехзавод. Вице-мэр рассказал, что за ночью несколько утренних часов специалисты заменили участок кабеля длиной 26 метров. Сейчас в мэрии вырабатывают ряд технических решений, которые помогут предотвратить в дальнейшем подобные инциденты. На текущий момент можем констатировать факт того, что линия восстановлена, линия прошла испытания, встала под нагрузку. Сейчас идет плановое подключение наших 14 подстанций, которые обеспечивают эти СНТ электроэнергией. На совещании у нас находились представители компаний, энергоснабжающие, во-первых, сама компания, которая отвечает за энергоснабжение этих СНТ. Собственники к сети находились, и в том числе представители общественности. По факту отключения электроэнергии организована доследственная проверка. Ее ведет следственный отдел по Красноглинскому району. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Проверку инициировала и прокуратура Красноглинского района. По результатам проверки будет дана оценка качества, оказывающихся организаций услуг, а также обеспечения безопасности населения. Ближе ко второй половине дня губернатор Дмитрий Азаров во время совещания в правительстве еще раз подробно остановился на теме аварии в поселке Мехзавод. Глава региона поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Василенко, причиной задержки устранения аварии стала несогласованность действий диспетчерских служб, на что Дмитрий Азаров ответил, что необходимо наладить эту работу и помочь профильным предприятиям. Только так в будущем удастся избежать подобных ситуаций, резюмировал губернатор. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов и Николай Сидоров. События. Представители городских властей, фонда капитального ремонта и подрядные организации встречаются с жителями дома на Красноармейской 60. Стороны обсуждают вопросы, которые возникают у собственников пострадавших квартир в процессе ремонтно-восстановительных работ. На сегодняшний день монтаж поврежденных перегородок в здании завершен практически на 90%. Угрозы с отсутствием отопления нет. До конца года подрядчик планирует приступить к монтажу кровли и полностью закончить эти работы до конца февраля. Вопрос с восстановлением дома на Красноармейской 60 находится на контроле главы города Елены Лапушкиной. Напомним, здание пострадало в результате пожара 22 марта этого года. Возгорание началось на третьем этаже, после чего пламя перекинулось на кровлю. Общая площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Все идет по плану. Выполнены работы частичные по подготовке к окончательному ремонту кровли. Часть перекрытия убрана. Новый мусор, естественно, убран. Разговор достаточно был интересный, потому что некоторые проблемы, которые уже не касались непосредственно ремонта, волновали жителей, они тоже были обсуждены. И мне кажется, и жители были благодарны за то, что эта встреча была организована. Горящие глаза и радостный детский смех в Самаре вручили новогодние подарки детям работников транспортных предприятий. Все они принимали участие в акции «Елка желаний». Ксения Баканова продолжит. Пятилетний Артем Якушев не верит своему счастью. Сегодня ему вручают подарок, который мальчик ждал с нетерпением. Вместе с мамой они написали письмо Деду Морозу. Добрый волшебник желания исполнил. Он очень красивый и крутой. Ещё он яркий. Мне хочется его прыгать прямо дома. Ещё написано, как его превращать в машину. Сотрудники транспортных предприятий Самары поздравляют детей с наступающим Новым годом. Акция «Елка желаний» проходит здесь уже третий год подряд. Исполнять детские мечты – задача ответственная. Поэтому каждого ребёнка заранее опросили, чтобы точно угадать с выбором подарка. Время, в котором мы живём, накладывает свои отпечатки. Мне очень понравилась девочка, которая хочет стать блогером и попросила селфи-палку для того, чтобы можно было снимать ролики и выкладывать. Поэтому новое желание, с которым мы раньше не сталкивались. Поэтому вот так вот. Пожелаем ей удачи. Будем подписываться на её канал. В этом году в акции участвуют семьи бойцов специальной военной операции. Мы хотим, чтобы все наши мужья вернулись домой целыми, невредимыми. Чтобы мы наряжали ёлку уже все вместе дома, в семейном кругу. Да, с ног? И чтобы папа был с нами. Специалисты отмечают – дети тех, кто на передовой, сейчас нуждаются в особом внимании. А заботиться о них нужно, как о своих собственных. Профсоюз всегда держит руку на пульсе. Он знает всю ситуацию. И в нужный момент он всегда подставит своё плечо и материально, и морально поддерживает этих сотрудников. Ребята в долгу не остались. Каждый прочитал стих или спел песню. Я уже дедушка. Конечно, таких детишек я давно уже не видел. Но общаться с ними очень, конечно, интересно. Такие смышлённые, не по годам. И такие бывают, и серьёзные. Кто-то наоборот. С Новым годом! Ксения Баканова, Константин Головин. События. Новый сервис Госуслуги Дом набирает популярность. Благодаря обратной связи участвовать в жизни многоквартирного дома стало проще. Как работает приложение и почему оно пользуется спросом у самарцев расскажет Елена Чернявская. Госуслуги Дом – это многофункциональное, бесплатное приложение, созданное на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ. Суть сервиса проста. Все отношения в отрасли ЖКХ по всей стране цифровизируются и переводятся в ГИС ЖКХ. Основная задача приложения – помочь жителям многоквартирных домов решать вопросы ЖКХ с управляющими организациями. При помощи сервиса пользователи могут направлять заявки, контролировать их исполнение и получать обратную связь. Если ответ управляющей организации не устраивает, то в приложении можно направить обращение в госжилинспекцию. В настоящее время инспекция активно проводится работа в рамках проекта «Мой дом». Акцентируется вопрос приложения «Госуслуги дом». На семинарах постараемся максимально показать, как это работает, для чего это нужно, что это дает, какие плюсы для жителей. Сервис «Госуслуги дом» стал прорывом для всей отрасли ЖКХ, как в свое время портал «Госуслуги» или МФЦ, потому как экономят время. В систему ГИС ЖКХ в нашем регионе уже завели свыше сотни организаций, в том числе управляющие компании, с которыми больше всего сталкиваются люди в повседневности и на работу которых тоже довольно часто жалуются. Рекомендуется собственникам использовать данное приложение. Оно облегчает деятельность по управлению квартирным домом, получение сведений, необходимых по квартире для собственников, облегчение в плане оплаты жилищно-кунальных услуг, контроля за сроками выполнения капитального ремонта. Полезных свойств перечислять можно бесконечно долго. И как раз-таки на семинарах есть работа ресурсных центров. Если возникают какие-либо вопросы по использованию приложения, на сайте есть размещенные адреса, где располагаются ресурсные центры. Поэтому обратиться и задать вопросы, которые у вас возникли в момент использования приложения. Зарегистрироваться также несложно. Для входа можно использовать уже имеющийся аккаунт. Эта операция подтвердит личность и позволит управлять объектами недвижимости, которыми владеет гражданин. Если человек еще не зарегистрирован на госуслугах, то сама процедура займет около 10 минут, а затем при помощи учетной записи следует войти в приложение «Госуслуги дом». В приложении также есть доступ к передаче показаний счетчиков и оплате услуг ЖКХ без комиссии. Это самый удобный способ оплаты коммуналки. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. Самарцы готовы потратить в среднем 20 тысяч рублей на новогодние праздники. Как стало известно, средний новогодний бюджет самарцев за год вырос на 12%, до 19 600 рублей. На январский отдых копит каждый третий опрошенный житель Самары. При этом женщины чаще занимаются финансовым планированием, но их бюджеты скромнее. Молодежь до 24 лет сводит баланс денежных средств в преддверии января и рассчитывает уложиться в меньшую сумму, чем россияне старше 45 лет. 14 300 и 20 700 рублей. Упаковки от посылок могут стать одним из источников получения персональных данных мошенниками. Об этом рассказала эксперт спецсвязи Ольга Ишмаева. По ее словам, мошенники могут получить персональные данные из адресных херлоков, которые прикреплены на посылках. Поэтому важно тщательно утилизировать эти накладные. На каждой второй посылке есть наклейки со сведениями о получателе или отправителе. Чтобы эти сведения не оказались в руках мошенников, перед походом с посылочной коробкой и упаковкой к мусорным контейнерам нужно позаботиться, чтобы на них не было никаких стикеров со сведениями об отправителях и получателях, добавила Ишмаева. Банк России предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с обновленными купюрами номиналом 5000 рублей. Сначала мошенники звонят человеку и заявляют, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе обновленных пятитысячных купюр. Для этого предлагают установить на телефоне специальное приложение Банкноты Банка России. Так действительно называется официальное приложение Центробанка России, но аферисты дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону человека и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Затем они похищают деньги со всех счетов. В Самарском университете имени Королёва начались испытания компактного газотурбинного двигателя для реактивных беспилотников. Новая разработка увеличит скорость и грузоподъемность беспилотных летательных аппаратов. У молодежной лаборатории двигатель назвали «Калибри». Из университета репортаж корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Сотрудник инжинирингового центра Самарского университета имени Королёва Артём Печкин окончил вуз два года назад, но продолжает с коллегами заниматься разработкой и испытаниями компактного газотурбинного двигателя для реактивных беспилотных летательных аппаратов. Сошлись звёзды, можно так сказать, и появилась такая задача в университете, востребованность появилась. То есть я как бы не, прям не сказать, что в инициативном порядке, но появилась задача, нужно было её решить, и поэтому приступил к разработке. Этот двигатель не только первый опытный образец, разработанный и созданный в университете. Таких газотурбинных двигателей в России нет вообще. Двигатель «Малютка» весит чуть больше двух килограммов. При этом его максимальная тяга должна составить 220 ньютонов. Учёные назвали его «Калибри». «Калибри» — это больше не такой, он в быстром оперативном зоне, в котором нам надо было именовать двигатель. Ну, «Калибри», потому что маленький, производительный, быстрый, шустрый. Исходя из этого, в первую очередь, называли. «Калибри», как муравей, может поднять груз в несколько раз больше своего веса. Поэтому его потенциально можно использовать и для создания грузовых беспилотников. В перспективе такие аппараты могут быть востребованы в удалённых регионах России. При необходимости они могут решать логистические задачи доставки грузов в труднодоступные районы. На сегодняшний день у нас активно в России развивается область беспилотных летательных аппаратов. И одно из применений данного двигателя это для грузовых перевозок, например. То есть это небольшие летательные аппараты, которые достаточно быстро могут перевозить очень тяжёлые грузы. В начале декабря в Самарском университете провели первые испытания «Калибри». На этот раз задача была выйти на так называемый «холостой ход». И она выполнена. Проходящие испытания «Калибри» самый первый и самый маленький в линейке малоразмерных газотурбинных двигателей. В молодёжной лаборатории университета прорабатываются проекты ещё двух двигателей «Чайка» и «Орёл». В соответствии с птичьими названиями они будут превосходить «Калибри» по размеру, тяге и мощности. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. За безопасность всей семьёй конкурс с таким названием провели в детском саду «178». Сотрудники госавтоинспекции награждали его победителей. Тему продолжит Елена Чернявская. По словам специалистов, ребёнок лучше учится правилам дорожного движения на примере членов своей семьи. Поэтому совместное изучение ПДД, викторины и конкурсы в игровой форме помогают запомнить всё гораздо быстрее. Знакомить детей с правилами дорожного движения необходимо с самого раннего возраста, отмечают госавтоинспекторы. Сегодня сотрудники полиции подвели итоги конкурса за безопасность всей семьёй. В нём приняли участие воспитанники детского сада номер 178 и их родители. Важность их неоспорима, потому что всё то, что вместе с семьёй, это вообще должно быть во главе угла. У нас следующий год, по-моему, год семьи. Так что мы очень плавно входим в этот год. И нам-то остались вообще самые уникальные родители, самые активные, самые вдумчивые, самые заботящиеся. Поэтому у нас и детки такие. Победителями конкурса стала семья Нотиных. Арсений вместе с папой заняли первое место и получили заслуженные награды. Призёры рассказывают, участие в конкурсе было непростым. Они долго готовились и прошли вместе много испытаний. Мы решили принять участие в этом конкурсе всей семьёй, потому что, ну, я считаю, в принципе, и мама, и даже наш сын, что это очень важно, знать и соблюдать правила дорожного движения. Все этапы мы старались выполнять творчески, все вместе, задействовали кучу своих знакомых. Ну, и получилось, в принципе, мне кажется, неплохо. Готовили, снимали ролики всякие, ходили по улицам, выполняли правила дорожного движения, общались с полицейскими. Подводя итоги конкурса, сотрудники госавтоинспекции поблагодарили работников и воспитанников детского сада номер 178 за приглашение, вручили победителям грамоты, призы и пожелали безопасных дорог. Еженедельно мы проводим рейды в школьных и дошкольных организациях на профилактику детского дорожного травматизма с целью того, чтобы снизить цифры, статистики, которые растут. После награждения для детей провели занятия педагоги передвижной мобильной лаборатории ПДД. Обучение основам дорожной грамотности прошло в игровой форме с использованием наглядных материалов, стендов, макетов, уличной дорожной сети, с помощью которых моделируются ситуации на дорогах. Елена Чернявская, Григорий Плешаков, События. Первичное отделение российского движения детей и молодежи движения первых открылось сегодня в Центре эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара. 18 человек вступили в ряды активистов. Чем будут заниматься воспитанники, расскажем в нашем сюжете. 16-летний Рефат Киямов привык быть первым. Он занимается тэквондо 9 лет и за эти годы становился чемпионом России, а в этом году и чемпионом мира. А сегодня вступает в ряды первичного отделения российского движения детей и молодежи Движения первых в Центре эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара. В качестве спортивного волонтера Рефат помогает младшим спортсменам готовиться к боям и уже два года выступает судьей. Трудолюбивость, дисциплина, слабые люди там не выдерживают и характер самое главное. Самое главное это преодолеть лень и мандраж перед соревнованиями. Сегодня в ряды активистов российского движения детей и молодежи Движения первых вступили 18 воспитанников Центра эстетического воспитания детей и молодежи городского округа Самара. Для нас это очень почетно, важно, значимо. Я рада, что наш Центр один из первых открывает именно движение первых на базе Центра дополнительного образования. Мы рады, что дети с удовольствием откликнулись и готовы, и хотят вступить в это движение. На базе Центра сформирован отряд в искусстве «Наши силы», в который входит более тысячи человек. Они проводят благотворительные концерты, а сейчас участвуют в акции «Ушастый талисман». Рисуют и создают аппликации, изображающие чебурашку. На следующей неделе детские работы вместе с гуманитарной помощью отправят в зону СВО, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. В Самару привезли мощи Матроны Московской, которая считается одной из самых почитаемых святых в Русской Православной Церкви. Святыня пробудет в храме в честь Святой Блаженной Матроны Московской до 20 декабря включительно. С какими просьбами идут люди в храм и почему верят, что им это поможет, расскажет Елена Чернявская. Православные особо почитают Матрону Московскую за простоту и близость к каждому. Она жила в первой половине 20 века, слепая от рождения, исцеляла тех, кто просил у нее помощи. Жительница Самары Елена Андреева уверена, что Матрона помогает всем православным. Я очень рада, близко живу и поэтому пришла здесь преклониться к мощам. Когда бываю часто в Москве, всегда хожу в Покровский монастырь, всегда прикладываюсь, там всегда большие очереди, но приходится стоять и всегда прикладываюсь и очень рада. Это очень такое для меня счастье, что здесь сегодня будет мощь. Святая Матрона Московская одна из самых почитаемых в России святых. Любимая народом Святая Матрона умела творить чудеса еще при жизни. Совершенно удивительно, что Святая Блаженная Матрона Московская прославилась своими чудесами и своей помощью как святая, которая помогает всем и каждому. Например, Николай Чудотворцу молится, когда едет в путешествие. Святителю Спиридону молится, когда есть какие-то вопросы, связанные с жильем. Мученица Татьяна молит студенты. Преподобному Сергию молится учащийся. К Святой Блаженной Матроне Московской обращается каждый с любой просьбой. И в этом удивительная любовь православного человека к этой Святой. К Святой обращаются за помощью, чтобы исцелиться от болезней, найти хорошую работу, любовь, примириться с близкими и создать семью. Каждый идет с любой просьбой. И Святая слышит эти просьбы, Святая доносит их до Господа. И Господь по ее молитвам помогает людям. Когда мы приходим в храм, то у нас в храме есть время, когда служатся молебны, и есть возможность вместе помолиться. Но можно прийти в любое время. Храм открыт с 8 утра до 8 вечера, и можно приложиться к ковчегу с мощами самостоятельно, почитав Акафист или помолившись своими словами. Все православные смогут приложиться к мощам, помолиться и попросить помощи в храме в честь Святой Матроны Московской. Мощи прабудут в храме до 20 декабря включительно. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Впереди вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих площадках. В телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской приглашают к участию во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Подать заявку можно по всем направлениям любительского спорта. От корпоративных физкульт-программ до дворовых футбольных команд и лекций о пользе подвижного образа жизни. В течение сезона участники проходят обучение, обмениваются опытом и находят новые идеи для развития. А самые яркие и интересные проекты получат признания и денежные призы. Все подробности о проведении «Ты в игре» на официальном сайте конкурса www.tyvigre.rf В Советском районе продолжаются работы по содержанию территорий в зимний период. Говорится в телеграм-канале. Сегодня очистка тротуаров от наледи и распределение противогололедного материала велись на тротуарах по улицам Гагарина, Среднесадовой, Александра Матросова. Общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию» реализует проект «Все для победы». Фонд занимается поддержкой воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик и поставками гуманитарной помощи, сбором пожертвований для наших защитников и мирного населения. Говорится в телеграм-канале Департамента опеки. Перечислить денежные средства для участников СВО можно через сайт фонда, раздел «Сбор регионов», а также с помощью QR-кода. С 1 по 15 декабря 2023 года проходит второй всероссийский цифровой диктант по персональным данным. Впервые он был проведен в 2021 году по всей стране и собрал более 50 тысяч участников. Целью проведения цифрового диктанта является повышение уровня цифровой грамотности в области безопасности персональных данных, а также разбор типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при работе с персональными данными в цифровой среде. В телеграм-канале Кировского района сообщают, что диктант можно пройти на официальном ресурсе правительства Алтайского края. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok